Добрый вечер, итоговыпуск новостей в прямом эфире Тагил ТВ в студии Анна Кизилова. В начале выпуска коротко об основных событиях уходящего дня. Пляж на Иванозере хотят закрыть. Что окажется сильнее? Буква закона – желание предпринимателей сделать хоть один пляж в Тагиле чистым или голос народа. Тагильчане опять митингуют и в очередной раз против строительства щебеночного завода на Юрьеве Камни. Пикет прошел у здания администрации Горноуральского городского округа. Что на этот раз требуют горожане? Револьвером два года тагильские байкеры отметили день рождения своего клуба. Что подарили мотоциклистам клуба «Револьверс» гости, если пользуют байкеров Нижнему Тагилу? Родительская пьянка закончилась очередным падением ребенка с балкона. В эти выходные тагильчанка с двумя детьми пришла в гости к сестре, чтобы как следует выпить и пообщаться. Когда спиртное закончилось, девушки решили продолжить гуляние и ушли в магазин, при этом оставив почти на час одних в квартире годовалого и четырехлетнего малышей. Балкон не застекленный и огорожен был передняя его часть шифером ребристым. Мы предполагаем, что ребенок как по лесенкам хотел залезть. Не удержавшись, он опрокинулся и выпал со второго этажа балкона. Выпавшего четырехлетнего мальчика обнаружила соседка и вызвала скорую. Малыша доставили в больницу, где поставили диагноз «ушиб ног». Врачи также говорят о возможной травме позвоночника. Однако установить это точно они не смогли. Мать малыша отказалась от госпитализации ребенка. В правоохранительных органах отмечают, за последний месяц только в Ленинском районе из окон и балконов выпало четыре ребенка. Родителям полицейские советуют быть как можно бдительнее, не оставлять детей одних. А если без этого не обойтись, то хотя бы закрывать балконные двери и окна. Десять человек пострадало в дорожной аварии. Среди них и дети. Накануне днем на восточном шоссе рейсовый автобус, следовавший по маршруту Екатеринбург, Нижняя Салда, вынесла с дороги и он врезался в электроопору. Столб упал на припаркованную десятку. От дороги отлегся на секунду, пояснил водитель автобуса сотрудникам ГАИ, чтобы поднять упавшую с панели вещь. В это время случилась авария. Пострадавшие пассажиры оказались не пристегнуты ремнями безопасности. Что значит, приду к идее, а вы смотрели, пристегнуты люди, нет? Нет, не смотрел. А водитель что, обязан перед тем, как трогаться, сделать? Обязан посмотреть, нет? Я потом приду. Я потом приду. А бывает, что едем, щелкаем, при выходу. Ну, у меня же не буду закаживать. Еще одна авария произошла накануне на пересечении улицы Щерса и Северного шоссе. Водитель ВАЗ-21053 ехал по второстепенной дороге, не предоставил преимущества движения пассажирской «Газели», двигающейся по главной, и столкнулся с ней. Два пассажира пятой модели и два пассажира «Газели» получили травму различной степени тяжести. Три человека были госпитализированы. Два грабежа совершены в Зержинском районе ранним утром. Воспитательница детского сада шла по улице Алтайская на работу. Двое молодых людей толкнули ее и вырвали сумку, в которой были деньги, документы и телефон. Через час произошел второй грабеж. Она шла от проспекта Зержинского, в сторону Комитарного, здесь у дома. Отношение у нее совершенно грабеж. Другая женщина вела ребенка в больницу. Неизвестный сорвал с нее золотую цепочку и ладанку. Преступление не удалось раскрыть по горячим следам, потому что потерпевшие обратились в полицию лишь спустя несколько часов. Вторая потерпевшая также позвонила мужу, дождалась мужа, пока он приехал, поговорил с ней, успокоил ее. Только после этого они все вместе приехали в отдел полиции. Все это, к сожалению, затруднило поиски преступников. Тагильчане опять митингуют, вышли в защиту Юриева Камня. Напомним, бунт общественности пару месяцев назад вызвало строительство щебеночного завода в туристической зоне. Я борюсь за сохранение скалы Юриев Камень, леса, тысячи гектар леса, чтобы его не вырубали. И, соответственно, за сохранение питьевого водоема, который снабжает водой гальянку, вагонку. И все жители поселка Черносочинск в нем отдыхают летом и Тагила. Митинг состоялся сегодня у здания администрации Горноуральского городского округа. В нем приняли участие жители и представители политических партий. Это уже третий митинг в защиту Юриева Камня. Тагильчане и жители пригорода настаивают не только на отмене строительства завода, но и на присвоении этому участку статуса заповедной зоны. Глава Горноуральского округа Александр Семечков уже заявил, что подрядчик от разработки месторождения щебня отказался и завод строить не будут. Но официального ответа от властей жители до сих пор так и не получили. Вице-губернатор области Сергей Носов будет участвовать в выборах мэра Нижнего Тагила и в праймере с Единой России по отбору кандидатов. Об этом он сегодня официально заявил прессе во время брифинга. Тезисы своей программы кандидат Носов пока не раскрывает, но на критике нынешнего мэра предвыборную кампанию пообещал не строить. В городе есть проблемы. Если ты знаешь, как их решить, или ты будешь, условно говоря, в случае победы управлять по-другому, становись и управляй. А знаете, вот принцип, кстати, советский принцип. Это вали на предшественника, значит, три конверта у комсомольцев было всегда. То есть, ну, я извиняюсь, не мое кредо. А пока вице-губернатор будет своего рода соцпредставителем Свердловской власти в Нижнем Тагиле. Такое поручение Сергею Яносову дал губернатор Евгений Куйвашев на официальной встрече. Он отметил, в Нижнем Тагиле не совсем простая ситуация и поручил провести встречи и совещания, чтобы вникнуть в положение дел в городе. Необходимо полностью разложить и для себя, и для депутатов, и для жителей Нижнего Тагила и понимать всем властям Свердловской области, как нам двигаться по развитию этого города. Нужно вникнуть в социально-экономическое положение, изучить политическую ситуацию. Нужно понять, как дела обстоят с налогами. И считаю, что это достаточно большой период времени, он придется поработать. И для того, чтобы предложить нам всем необходимые пути решения. В свою очередь Сергей Яносов отметил, что уже начал работать и завтра посетит последнее перед каникулами заседание Нижне-Тагильской городской думы.